нам осталось рассмотреть третье понятие полиморфизм грубо это звучит так вы можете использовать разные классы взаимозаменяемо но несмотря на то что каждая из них реализует свои методы по-разному абсолютно верно ребят вы почитаете в патли в python в котлин в python полностью реализован полиморфизм там он настолько глубоко но давайте принципиально рассмотрим то есть по сути дела смотрите в чем заключается картина что мы мы можем использовать разные классы по-разному и при этом вот основные свойства вот у нас есть базовый класс но мы можем совершенно сейчас создать новый класс от него и прям переопределить и у нас крыша будет не треугольная а куда-то скрылся мой прямоугольник а квадратная говорю к примеру да то есть по сути дела этот класс у нас реализует то что крыс крыша прямоугольник треугольник но ведь мы можем легко переопределить и сделать так что класс у нас будет крыша прямоугольник дальше если мы смотрели то мы видели и уже в действии полиморфизм с разными вещами обратите внимание когда мы с вами предыдущие уроки делали то мы писали класс да потом добавляли примеси и описывая счет замка но при этом смотрите класс 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 открытие двери он же автономный при этом класс значится устройство дома тоже автономный но эти два класса когда мы указали в аргументах вот этот духаус да то есть что дверь открывается при этом они продолжают работать функции и они продолжают работать полноценно и класс устройство дома полностью реализует то что мы описали то есть двери окна и при этом он также реализует нашу примесь наш класс до миксин наш тут на было слово миксин правильно написать но не буду уже путать то есть и реализует и данный данную вещь и при этом каждый код отрабатывается полностью и язык не путается ребят хотя когда вы будете читать в python там немножко другое я показал вам простое понимание что язык не путается в python там намного все немножко сложнее то есть для нас это и не обязательно знать это в принципе понимать просто python там и определяет сам типы и все считает это вы все изучите полиморфизм это надо просто представлять не надо здесь ничего учить в принципе вот сейчас мы рассмотрели вполне понятно я думаю что не сложно и и в принципе вы можете использовать разные классы взаимозаменяемо несмотря на то что каждый реализует свои методы а мы с вами как раз и обговорили что мы могли вообще-то создать новый класс переопределить и вообще если мы захотим мы вообще допустим мы строим вчера строили дом для того чтобы построить баню нам не обязательно писать его сначала по сути дела и допустим и сам каркас и это устраивает ну взяли от класса баню только теперь нам надо расположение комнат поменять там ну понимаете то есть это и есть полиморфизм основное понятие ребят это сложно уверен что нет и уверен что просмотрев курс вы сейчас знаете обу о п у вас понимание появилось у вас появилась визуализация что вы это делаете ребят вот видите все банально просто ссылки видео школа где все программируют spb-tut.ru вы знаете я вот сейчас покажу некоторые вещи пока есть потом эта ссылка может не будет ну я собрал некоторые вещи то есть ведь много благодарных людей вот человек пишет александр галанин валерий иванович привет как ваше дело как ваше ничего как дела я вам важное зачитаю вашей школе был раньше потом самостоятельно изучил ждал джанга много войдите хотел сказать что получил работу в банк взяли разработчику уже почти 8 месяцев работаю мне все нравится не хвалюсь просто хотел сказать спасибо за вашу работу мне очень помогли уроки и я не пожалел что учился для меня они были хорошим стартом для масса самостоятельно изучения в дальнейшем ребят так старт это самое важное я собрал тут много ссылок кто-то делал сайт я и здесь не только что там это собрал вот то что было одно из последних там 17 начало восемнадцатого года но собрал вот кто-то не может подойти ребят но теперь то вот посмотрели курс но теперь о п для вас стало ближе намного ближе дальше дело за кодом даже тут я мало работаю в контакте ну практически не так давно начал но мне даже тут написала одна женщина интересная была чуть я здорово порадовался спасибо ей вот что она пишет я отвечу просто на вопрос новичков потому что вижу когда новичок мария пишет есть желание изучить python но не вэп а настольные программы чисто для начала и в последующем думаю приобрести ваш курс еще как совместимость текста совместить текстовой редактор с консоли скажем вести код в редакторе а программа бы работала в консоли введя в консоли путь к файлу что разные варианты потом в сети много информации как правильно выучить ребят мария спасибо вам за это письмо но видно что новичок сейчас я отвечу на некоторые вопросы дальше я ответил потому что ну как не ответить если мария говорит строго будьте добры нет не так будьте добры не забудьте ответить на мой вопрос насчет редактора и консоли да еще чтобы опыт приобретения был у профессионала который даже после приобретения курса не удосужился ответить на интересующие вопросы ой мария и все новички ребята здесь нет ничего смешного мария спасибо за смелость а вы что думаете я по-другому задавал вопросы вы задали как умеете я в 2009 году писал и создателю хрумера а какой язык изучать и многим другим я не мог понять действительно а какой а как а что это нормальные вопросы ну а для марии отвечаю мария любая программа любой код это и есть код с консоли если мы берем например файл но в project пустой проект создали проект начинаем писать код просто создали файл да и начинаем здесь писать код запустили вот и есть вам работа в консоли она отработал 5 то есть пока мы не пропишем код для того чтобы это график окно было это и есть работа с консолью я надеюсь я ответил на ваш вопрос все просто я понимаю новичков в моей школе много людей через меня именно через школу и начали писать сотни людей я начал получать благодарности людей которые устроились на работу писали программу писали сайты ребята знаете на самом деле вот если честно сказать какую я цель ставил первоначально и она была правильна ведь первоначально потому что курс для совсем новичков я вообще ставил цель думал для меня важно чтобы вообще человек не ушел с языка будет он в моей школе или нет и эта цель была правильно поставлена потому что я заметил вот школа несколько лет же работает что люди начали потом проходит год да там что не получилось дела раз возвращаются то есть я понял что люди которые смотрят мои уроки они обязательно ко мне вернутся раньше позже ну нет проще и лучше объяснение чем у меня это однозначно для старта да а дальше человек уже как корабль он может сам идти и так далее так вот Марии я ответил много чего дал ссылок ну как будто когда она написала будьте добры то есть она меня чуть ли не отругала поэтому как говорится я не трус но я боюсь и я решил что должен ответить потому что вы видите когда есть желание человека конечно же это хочется поощрить и я Марии дал много ссылок да то есть что надо делать ребят ну вот вы новички сейчас и вы задаете вопрос ребят вот как изучить язык что для этого делать отвечаю одним одной простой вещью за первое заходите на сайт spb-tut.ru когда вы попадаете в кабинет вы видите значки он может меняться но смысл не поменяется вы просто начинаете кликать и идти по урокам идете по урокам и проходите уроки смотрите уроки тут есть бесплатные вот уроки и так далее дальше вот вы изучили python да вот все на одной странице то есть технически дошли до функций как я сейчас рекомендую переходите в группу именно надо быть в школе переходите в группу вот здесь я собираю да вот сейчас работаем мы с тем же осачем и вы по этим урокам где мы именно учимся писать да потому что да много курсов созданный джанга но я заметил что иногда у человека выпадает понимание и тут я начал задавать именно вопросы в чем силы этого метода что вы занимаетесь сами я направляю и задавайте здесь вопросы то сергей вам то кто то ситушки то кто то еще присоединится то есть вы реально будете писать но уже вы будете применять эти типы данных именно на практике дальше вы будете применять джанга там где захотите важно быть в школе поэтому хотите изучить язык просто будьте в школу в школе и изучайте но изучайте ребята рекомендуют два языка python и kotlin потому что вы сэкономите время его для вас откроется огромная перспектива когда вы выучите язык один динамической типизации как python второй со статической типизации как kotlin ребят давайте в следующем видео это его этот важный момент освечу значит тогда просто я проговорю у вас в руках будут другие языки и полностью рынок который вообще доступен ну давайте здесь полностью рынок и дальше курсы есть просто я показал часть только вот смотрите давайте нарисую на этом уже и закончим длинноватая что такое python вот это мы пишем рисуем интернет интернет это программы все что угодно вот это у нас отдельным идет мобильный рынок мобильный рынок а вот это у нас интернет рынок ну вы меня поняли потому что интернет и в мобиле есть но я имею ввиду рынок где для стационарных компьютеров а есть вот для именно наших айфонов айпадов это мобильный рынок так вот смотрите когда у меня спрашивает особенно новички хотя много видео на канале много видео в школе почему python ребят я отвечал на эти вопросы на про 365.net висят те видео да они старые может там что-то не так но тысячи людей тысячи тысячи уже даже со десятки тысяч там по сто тысяч просмотров два видео сделал да давным давно не убираю какой язык изучать для начала и что такое python да а дальше вы переходите на спб все там будет так вот на python ребята если мы здесь пишем python на python на python можно написать все или почти все воспринимайте на слух почему python язык с динамической типизацией python написан на си и других си подобных языках python легко компилируется не компилируется неправильное слово выбрал легко ну как тут ну время идет друже с другими языками как правильно сказать легко состыковать java с си с плюсами и так далее это первое python он расширяем и работает на библиотеках например если взять машинное обучение то нет альтернативы python скорости и удобности анаконда 400 библиотек но обрабатывает все библиотеки не python а numpy который написан на си то есть numpy работает со скоростью си программируя машинное обучение на python а мы получаем скорость си и обрабатывая в программах то есть 400 библиотек имеют кучу методов на все случаи жизни то есть на python на python делается серверная часть инстаграм написан само приложение на java серверная часть на джанга на нем весь мир а многие вещи написаны на python так вот на python это палочка-выручалочка запомните и мария вы запомните и другие новички которые сегодня вопрос спрашивают примерно как мария спасибо вам ребята не стесняйтесь спрашивайте это нормально я был такой же я такой же как вы был ребята здесь нет ничего смешного главное что она не побоялась ну как то сформулировать вопрос молодец молодец так вот ребята джанга это самый простой способ сделать серверную часть это понять как работает серверная часть изучив python при надобности вы очень легко выучите любой язык другой с динамической типизации но почему я выбрал kotlin давайте подумаем второй язык ребят подумайте что такое kotlin а сейчас увидите что там думать думать не надо надо смотреть вот это кот на kotlin слева тот же код нажала одна строка и 40 есть разница kotlin это следующее то про развитие джава считайте что kotlin это джава kotlin включен в официально в android studio платформа android то есть когда язык привязан к платформе как джава он обречен на существование сколько будет существовать платформа android и google столько будет существовать kotlin то есть язык стабильно на вырост второй момент а теперь посмотрите интернет рынок мобильный рынок сегодня игнорировать мобильный рынок глупо как бы там ни было вы можете разные варианты да на python можно тоже написать я работал с киви но это не будет правильно немножко киви я люблю и рекомендую ее изучать все таки для классов понимания но проще взять android studio где все делает с автоматом и выражать код на kotlin а вот серверную часть на kotlin тоже можно написать у вас будет выбор написать то ли на джанга то ли на флеск но самое главное я говорю ребята думайте сейчас не языках о рынке вы хотите делать приложение на каждый день python даст вам возможность ну пожалуйста вот я его использую вот вы смотрите сайт это сейчас python люди используют пишут программы то есть всегда у вас будет парочка палочка вручалочка изучив kotlin вы подключаете считаете java java самый популярный язык на сегодня но kotlin это следующий этап java вот я начал давать kotlin смотрю ребята потихоньку на java если вы возьмете выучите python kotlin потом никуда не денется java будете понимать то вы сможете взять взяться абсолютно за любые проекты которые будут и для обычного интернета и для мобильного рынка вы будете во все оружие у вас будут вот эти три языка python kotlin java ну понятно что сейчас подождите можно браться за задачу любой сложности я ранее рассказывал что kotlin снимает ограничения java конечно вы добавите java script java script он добавляется ко всем языкам но начните с этого вы можете пойти путем как я пошел он неправильный был если бы мне сказали и сказали как изучать что изучай пайтон и kotlin восемь лет назад сегодня мой уровень был десятки раз выше вот я хочу чтоб ваш уровень был десятки раз выше когда мы изучаем и python и kotlin и на примере оопы который мы сегодня рассматривали оно одинаковое и там и там вы просто начинаете писать код а мы его рассматриваем спутать код kotlin от кода python но знаете практически невозможно то есть начинает откладываться и первый и второй язык при этом фундаментальные понятия разные глубина откладывания при изучении двух языков возрастает в сотни а со временем в тысячи раз за одно и то же потраченное время почему потому что когда мы изучаем один язык например когда я начинал функции изучать в python ну для меня была функция и функция и все ни больше ни меньше я изучал так несколько лет раз два три четыре только на пятый год я начал понимать что а функции то бывает первого уровня а что разные языки и разный функционал функций используют если б я это понимал раньше то я бы понимал совсем по другому функции то тогда бы конечно то что я даю осадчему это появилось бы уже сегодня да года три назад года два назад то есть а это появилось сегодня почему потому что осознание пришло не то что я понял понял и давно а осознание как дать курс чтобы человек писал вот и реальный человек пишет на двух языках пришло сейчас когда я я в программировании восемь лет а я хочу чтоб у вас вот у него приходит первые пять месяцев а у меня восемь лет и что разницы нет то есть ли для вас нет то как говорится промолчу и не буду ругаться как ситушка сказал что ну не ругаюсь я ну хоть хотелось бы поругаться но не хочу потому что ну как поэтому ребята изучайте два языка потому что на важные моменты и понятия вы обратитесь сейчас вы начнете понимать чем отличается язык со статической от динамической типизации а мы это вы начнете работать с двумя языками времени вы затратите на первом этапе чуть больше но как только придет базовое понимание языка дальше вы сможете писать на двух языках ребята все круче и все больше как писал ассачи да нет ребята для вас открывается огромная дорога вот с этого момента как только вы начинаете понимать хотя бы два языка для вас уже перестает стоять разница на каком языке вообще писать но понадобился жава скрип что вы думаете я начал его изучать я залез посмотрел какие там функции функции первого уровня и для меня все стало понятно как работать с языком но я это понял через годы а сачи это будет понимать концу первого года я раньше давал классический а теперь если вы посмотрите я много рассказывал даю язык в пределах функций где вот функция рабочая лошадка та же функция это метод в классах где мы работаем в пределах функций изучаем типы объектов типы данных применяем откуда появился метод а когда я сейчас спросил Валера а что ты делаешь когда пишешь сайт пишу функции напишу методы а что ты делаешь когда пишешь программу напишу функции методы а почему бы сразу не начать человека учить писать функции методы и готовить готового программиста и вот появились вот такие вот практические занятия где ведь этот человек реально сам пишет ему неоткуда потому что я с головы придумал этот зоопарк И он пишет. И дошел до классов. Ну-ка, это всего 5 месяцев. То есть, теперь мне понятно, что, допустим, если он не остановится, через 2 года код у Осадчева будет такой, как у некоторых программистов. Через 10 даже не будет. Почему? Потому что выбрал правильную методику. Вот, ребята, к чему я говорю. И запомните, ребята, это немаловажно. Все в нашей жизни сегодня превращается в мобильный рынок. А когда мы добавляем, допустим, сюда такие понятия, как блокчейн, то извините меня, тут вам вот этот мой первый этап очень нужен. Когда мы добавляем блокчейн, то там не просто, вот, взял и изучил блокчейн. А надо мобильная часть. А надо серверная часть. А надо сам блокчейн. Так вот, и у нас появляется выбор зависимости от решения. В одном случае мы можем взять обычное Django, написать серверную часть. Взять Kotlin, написать само приложение. А блокчейн, если понадобится, либо написать на Python привязки к эфиру, либо Kotlin просто сами. Либо взять язык солидность блокчейн, который, в принципе, как конструктор собирается. Но это все труднее сделать, если вы идете другим путем. Если вы будете изучать только Python, хотя он великолепный, прекрасный, первый, классный, крутой, что хотите, говорите. 8 лет прошло, я говорю, да, Python в руках. Это мощнейший инструмент, которым сделан тот же Instagram. То есть все круто. Серверная часть Инстаграма, правильно. Но когда вот такой подход, то вы начинаете становиться профессионалом высокого профиля. Вот, ребята, к чему я вас направляю и веду на сегодняшний день, спустя 8 лет, как я в программировании. И я вам говорю, это вполне серьезно. Ребята, именно этот путь. Практикуйте. И когда вы в школе будете делать уроки и по Python, и по Kotlin, пожалуйста. Все, вижу, ребята делают. Все по Kotlin. Но ведь все делают. Идите спокойно по шагам. И все у вас обязательно получится. Ссылки в описании видео. Ну, а для тех, кто на это заканчивается, вот эта серия именно курсов по ООП мы рассмотрели. Сайт spb-tut.ru Все просто. Здесь набираете еще. Вот вам Android. Вот вам здесь есть и Kotlin найдете где-то, либо на главный. Не везде вставил. Но Kotlin легко найти в любом случае у меня. Сейчас. Где-то я думаю, действительно. Так, надо бы вставить ссылки. В общем, в школу придете, когда вы придете в школу. Я в любом случае вам дам ссылку на Kotlin, потому что я всем ее даю. И вы все равно будете получать сообщение. А Kotlin находится по адресу kotlinlang.kotlinlang.spb-tut.ru Спасибо, ребята, за доверие. Поэтому писать будете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.